Америка – страна возможностей. Эту фразу из раза в раз повторяют те, кто приезжает сюда в поисках новой жизни, новых горизонтов и новых открытий, в том числе открытий своих собственных компаний. В США малый бизнес составляет 99% экономики, а каждый месяц здесь регистрируется более 500 тысяч новых предприятий. Главный вопрос – как это сделать? Итак, если вы приняли решение открыть компанию в Америке, вы прежде всего должны определиться, в каком штате вы будете регистрировать компанию. Почему? Потому что вы должны понять, это будет компания в месте вашего жительства, это будет компания, которая будет зарегистрирована в низконалоговом штате, либо эта компания будет зарегистрирована в месте, где вы будете реально непосредственно вести бизнес. Также нужно определиться с названием компании, потому как ни один штат не позволит открыть компанию с повторяющимся названием. Поэтому мы, когда регистрируем компанию, также проверяем ее на эксклюзивность, для того, чтобы название компании не повторялось. Также в зависимости от того штата, где будет зарегистрирована компания, необходимо выбрать регистрационного агента. Практически все штаты Соединенных Штатов Америки требуют, чтобы у компании был регистрационный агент, резидент именно того штата, где будет зарегистрирована компания. Это является обязательным требованием для того, чтобы судебные органы, государственные органы могли уведомить в случае каких-либо судебных споров, могли уведомить компанию по адресу регистрационного агента. Следующий этап – это уже непосредственная регистрация компании в секретариате штата. После регистрации компании в секретариате штата необходимо получить налоговый номер Федеральной налоговой службы. Это является обязательным условием, так называемый Employee Indification Number, после чего можно открывать банковский счет. И после открытия банковского счета уже непосредственно нужно озадачиться помещением, в котором будет вестись бизнес, потому что на это помещение нужно получить местные разрешительные документы, так называемые Occupation License. И также, что является очень важным, нужно получить необходимые лицензии под тот вид бизнеса, которым вы запланировали заниматься. Потому что очень многие бизнесы в Соединенных Штатах Америки требуют лицензирования. Зарегистировать компанию, конечно же, можно самостоятельно, сейчас это делается на онлайн. Если вы владеете английским языком, конечно же, вы это можете сделать и самостоятельно. Но, опять же, если вы планируете заниматься серьезным бизнесом, конечно же, я рекомендую обратиться к адвокату, потому что есть много нюансов с учетом вашей стратегии. Нужно четко понимать, для чего вам нужна компания, для чего вам нужен бизнес. Бизнес ради бизнеса или вы хотите использовать новую американскую компанию или новый американский бизнес для иммиграционных целей. Иммигранты, кстати, преуспели в вопросе создания успешных компаний в США. В процентном соотношении они гораздо чаще открывают бизнес, чем родившиеся здесь американцы. Примерно один из десяти иммигрантов работает на себя. В 2014 году число предпринимателей иммигрантов составляло чуть менее трех миллионов. Кроме того, иммигранты владеют примерно 16% компаний малого и среднего бизнеса. Для открытия компании что резиденту, что иностранцу требуются одинаковые документы. Но для того, чтобы работать уже непосредственно в американской компании, могут быть ограничения. Иностранец не может осуществлять работу, если у него нет рабочей визы на территории США. Но осуществлять руководство компании из-за границы он, конечно же, может. И быть учредителем компании может. И, соответственно, может создать компанию на свое имя. Существует несколько организационно-правовых форм компаний. Но самыми популярными являются LLC, то есть общество с ограниченной ответственностью, и корпорация, то есть акционерное общество. Но, опять же, в зависимости от целей и стратегий, которые бизнесмен перед собой ставит, можно выбрать ту или иную компанию. Нельзя говорить, какая компания, какая организационно-правовая форма лучше, какая хуже. Опять же, каждая соответствует своим целям и задачам. На первый взгляд, легкости открытия американской компании. Нужно не забывать, что открыть компанию в Америке достаточно легко, и это совсем недорого. От штата к штату открытие компании может стоить несколько сотен долларов. Но закрыть компанию стоит дороже. И если вы вовремя не закройте компанию, то вы можете получить серьезные таксовые билы. Естественно, одно дело – открыть свой бизнес, и совершенно другое – сделать его процветающим. Но истории преуспевших на бизнес-поприще иммигрантов вдохновляют. Например, одного из богатейших людей планеты, создателя поисковика Google, Сергея Брина, родители которого переехали из Москвы в 1979 году. Или Илона Маска, будораживающего мир своими прогрессивными идеями, который до сих пор имеет гражданство Южной Африки и Канады.